26 апреля стало для Института международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета довольно насыщенным на события. С самого утра студенты посетили сразу несколько мероприятий в стенах своего института. Например, многие приняли участие в открытии Всероссийской научно-практической конференции магистров, аспирантов и младых ученых. Участники и спикеры обсудили вопросы актуальных направлений научных исследований по проблемам международных отношений, истории и востоковедения. Также участниками были затронуты актуальные вопросы преподавания китайского и других восточных языков XXI века. Не менее насыщенное мероприятие проходило в это же время с участием чрезвычайного и полномочного посла Республики Кореи в Российской Федерации. У Юнг-Гын прибыл в Казанский федеральный университет для участия в международной конференции по корееведению. В рамках своего визита он не только открыл данную конференцию, но и прочитал лекцию для заинтересованных студентов. К слову, о международной конференции по корееведению, об опыте образовательных реформ Республики Корея, о ее достижениях и вызовах, также рассказал участникам конференции проректор по международным делам университета Синхан Рюк Ван Чоль, который также принял участие в мероприятии Института международных отношений, истории и востоковедения КФО. Но, как всем известно, не единой учебы живет студент. Например, 25 апреля на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся заключительный концерт музыкально-образовательного лектория «Лев Толстой и музыка», посвященный году Льва Толстого в Казанском федеральном университете. Концертная программа посвящена художественным и философским воззрениям выдающегося писателя, на искусство, его музыкальным вкусом, пристрастием и даже антипатием. Безусловным украшением концерта стали выступления вокального, инструментального и хореографических коллективов. Аделья Шамилова, Ленарда Влетьяров, Невер Ньюс.